Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, обзор самых интересных материалов на Puzzle English за неделю и англоязычных мемов в придачу. Столько всего выходит на Puzzle English за неделю. Видео-пазлы, которые улучшают понимание языка на слух, транслейты, которые учат переводить на английский и правильно строить предложения, диалоги, которые тренируют беглость речи, а еще подкасты, игры, книги, просто должна сделать голова нормального человека из-за обилия этого контента, чтобы этого не произошло, есть дайджест, где я собираю самые интересные материалы из каждого раздела за неделю и публикую их здесь и в текстовой версии дайджеста по ссылке. Но начинаем мы всегда с разминочки, с популярных на западе мемов. Если при общении в интернете вам хочется показать собеседнику свое превосходство по какому-либо поводу, вам пригодится мем с Винни-Пухом в смокинге. Изначально кадры из мультика про Винни использовали как реакцию безразличия по какому-либо поводу, затем кто-то на фучан пририсовал ему смокинг и ухмылку, а сейчас Винни вообще красуется в цилиндре и пенсне. Таким образом он визуализирует превосходство автора по какому-либо вопросу. Но нам он интересен, только из-за английского, конечно же, собрали для вас способы звучать очень пафосно по-английски. Например, как сказать get out of my way, прочь с дороги, чуть более пафосно. Можно использовать make yourself scarce, исчезни или дословно сделай себя незаметным, или вообще загнуть remove thyself from my field of movement, устрани самого себя из области моего перемещения. Thyself это такой архаичный аналог yourself, так уж мало кто говорит, разве что в некоторых диалектах, или вот чтобы потроллить кого-то и показать, выразить свою почтенность. В жизни, конечно, так лучше не говорить исключительно с целью кого-то потроллить. Простое does так может стать furthermore, более того, или вообще henceforth отныне. Ну и если вы хотите немного приукрасить действительность вместо I work at McDonald's, сообщите собеседнику, что вы имеете частичную занятость в сфере фастфуда. Have a part-time job in fast food. Или вообще, ежедневно обрабатываете транзакции для многомиллиардной компании и индустрии, и ежегодно обеспечиваете около 2 миллиардов долларов экономики США. Пользователь твиттера решил сделать своего папу популярным, запостил его фото с подписью «Моему папе 45, он строит карьеру модели, и я никогда не видел его счастливее». Он сказал мне, что он теперь просто ждет шанса прославиться, так что твиттер «встречай моего папаню». Blow up в данном контексте означает «очень быстро прославиться», или, как говорят у нас, «взлететь». У мальчика получилось прославить папку. Помимо бесконечных подкатов от женщин из серии «знакомься со своей новой мамой» и «передавай папе привет», его твит также запустил много пародий и рассказы других людей о своих папках. Папка. Мой папа, 75 лет, тоже ждет шанса прославиться в твиттере, так что твиттер «встречай моего папку». А моему папе 82, он не строит карьеру модели, и иногда я вижу его счастливым. Он сказал мне, что просто ждет шанса прославиться, так что твиттер «встречай». Или вот копипаста оригинального поста, но с Томом Хэнксом, и с Колином Фертом, Капитаном Америка, Райаном Рейнольдзом, и даже с Джеки Чаном. Было сложно. Было сложно выбрать на пазл инглиш самое лучшее из уже лучшего, но я все-таки смогла. Посмотрите, что вышло у нас на пазл инглиш за неделю. Наш дайджест немного поднабрал за эту неделю, но ему идет. Помимо привычных блоков для тех, кто любит смотреть, слушать, переводить и так далее, добавился еще один блок для тех, кто любит поговорить. Спасибо за эту возможность нашим диалогам, где никто не обвинит вас в том, что вы много болтаете, а наоборот, похвалит ваши способности. Базовая лексика для диалога с доктором или продавцом – это, конечно, хорошо, но что, если вы попадете в Матрицу? Нео же попадал? Подойдет к вам Морфеус и спросит «Do you believe in fate?» Что вы ему ответите? Мы и это предусмотрели, добавили на сайт диалога «The Matrix has you». Заходите поболтать с Морфеусом от лица Нео или наоборот. У кого есть борода, тому скажем мы. Заходите посмотреть, как она по-английски в видео Антона. Целых 16 разновидностей, лицевой растительности и известные лица, на которых она красовалась. Friendly mutton chaps. Дословно это название переводится, ну, крайне забавно. Дружественные бараньи щеки. Бараньи щеки? Чтобы быть царем, достаточно ли быть только сильным? Или все-таки нужен еще и интеллект? Разбираемся в этом сложном вопросе на примере царей-зверей-львов в нашем лучшем видеопазле недели. Труд сделал из обезьяны человека, а work сделает из вас человека, который хорошо говорит на английском. Так что work your tail off. Трудитесь усердно и запоминайте 10 выражений с work в уроке Насти. Overworked. Перегруженной работой. Очень усталой из-за работы. Если взять have, добавить к нему somebody или something, еще может быть какой-нибудь глагол или наречие, или прилагательное, можно получить целых пять очень устойчивых конструкций с have, которые ничто не пошатнет. Главное смешать все это правильно. Рецепт у уроки Леры. Учитель заставил нас смеяться весь урок. Чтобы заработать и сэкономить как можно больше денег, не следует платить за советы о том, как заработать и сэкономить как можно больше денег. Лучше послушайте наш подкаст об инвестициях по-английски, научитесь о них говорить и станьте преуспевающим инвестором с плотно набитым валютой портфелем. Транслейт о Дне дураков показался нашим ученикам заданием не для дураков. Сложный, но интересный текст для перевода на английский о том, как известные компании разыгрывали своих клиентов в День дурака. Мы, например, в своих соцсетях объявили, что мы решили изменить направление на казахский и переименовались в пазл Нурсултан. Не геббл маска. Глядя на всякие из-ин, ин-он, ин-виз, русскому человеку хочется как минимум забросить чертов английский, как максимум перевести все это дословно, чтобы понять, что вообще это значит. Но это так не работает. А как это работает, читайте в Левике Юрия Некрасова. Если вы любите комментарии больше, чем то, под чем они написаны, то вам придется по вкусу наша новая плюшка. Что пишут читатели Daily Mail под статьей о том, как русские учительницы решили раздеться в поддержку флешмоба «Учителя тоже люди». В блоге написали для вас статью о том, как отличить британский юмор от американского, на случай, если вы не научились отличать их акценты. So или such? Очень или очень? Этот вопрос даже посложнее, чем яйцо или курица, черно-синее или бело-золотое, и даже я не или лорел. Но только не для тех, кто знает правила. Если вы знаете правила, ничто не помешает вам to be good at this в нашем тесте. На сегодня это все. С вами была Настя. Было приятно провести с вами время. Успехов вам в изучении английского. Подписывайтесь на канал, ставьте звоночки, колокольчики, лайки, дизлайки, комментарии. Все, что угодно, лишь бы повысить нашу вовлеченность, раскрутить наш канал и захватить мир. Ну и хотя бы YouTube для начала. Bye-bye. Но только не для тех, кто знает правила. Для тех, кто знает правила, наш тест покажется. Если вы любите комментарии больше, чем то, под чем они написаны, то вам придется по вкусу плюшка или яманышина. Как это странно звучит. Это такая рассылка. Что вы там подумали себе? Не дуй ветер сюда. Если так буду сидеть. Прикрываюсь от ветра. Прикрываюсь от ветра. Прикрываюсь от ветра.